На самом деле, я вас всех люблю. Я вас люблю, ты сказал. Да, я готов помочь всем. Мы, говорит, пробовали обеспечить людей всем полностью. Так они, говорит, жреют, лежат и ничего не делают. Я начал носить с собой Библию. Подожди, подожди, подожди. Это сильно. Я первый раз слышу, чтобы человек одновременно носил с собой Библию и Конституцию. Главное не перепутать. В Библии эти ключевые фразы есть. И они владычествуют над животными и скотами. Из личного опыта, работы на тонком плане, я существую одновременно чуть ли не в миллионах реальностей. Они смещены по времени между собой. Так у тебя с ними постоянная связь. Здесь нет никого, кроме тебя. Я понимал, что меня ведут, я это все чувствовал, я имею в виду высшие силы. И мысленно обратился к своему роду. Я почувствовал, как меня взяли за руку. Что у меня из груди что-то вытаскивали. Это было реально. Я лег, и у меня в голове никаких мыслей. Понял, что из меня что-то вытащили. И у меня больше нет чужих мыслей в голове. Я чувствую себя просто изумительно. У меня энергия прет. По поводу задержания до последнего. Я чувствовал, что мне туда нужно попасть. Девять суток в одиночке? Да. Получается, как в Библии. Ты туда приходишь на исправление. И в ЭС райский сад? Получается, да. У меня там был приступ. Я только в одном увидел зачатки человека. Я говорю, у вас есть шанс стать человеками. Говорит, я боюсь с такими людьми разговаривать. Крути-верти, как хочешь, но человека из него сделай. Это тоже урок. Мекселя работают. Ну, вы же согласились. Вы же подпись поставили. Нашли свои счета за рубежом. С огромными нулями. Кто получил персону? Мужчина. Генетический профиль. Гонтрально заверенное. И апостелированное менюстом. Привязка к моему телу генетическая. Как не документ-то? Думаю, напишу-ка я книгу. А когда нет цели, ну все. У меня знаешь, какая цель? Найти цель. То есть у них цель одна, это пенсия. На животное нельзя надеть маску. Ну не верьте, не ведитесь во всему, что там написано. Живите сегодня и сейчас. Вам это впаривают намеренно. Будьте здравыми. Мыслите разумно. Расскажи, пожалуйста, себе, потому что с тобой первый раз общаемся. И, насколько мне известно, ты раньше в Просоюзе СССР состоял, нет? Было такое время, состоял. Но, кстати, об себе, значит, что именно-то интересует? То есть моя деятельность или с самого рождения? Конечно, правозащитная деятельность. Ну вот, начиная с Просоюза СССР, как ты туда попал, как вышел и чем дальше занимался? Ну, моя деятельность началась с того, что внезапно мне в интернете выскочила информация, что существует два кода валюты 643-810. Это меня очень сильно заинтересовало. Я начал смотреть YouTube, полгода это изучал, даже ездил в библиотеку питерскую, в государственную, поднимал документы там с архивов, смотрел. Пришел к выводу, что подделка документов мной была выявлена даже там, в печатных образцах, в библиотеке. Создалось впечатление, что существует машина времени, что просто подменили все печатные образцы. Ну и дальше как бы начал заниматься законодательством, изучать, увидел, что везде во всем обман. Тут как бы узнал, что в городе у нас есть отделение профсоюза. Думаю, да, я поучаствую. Вот, поучаствовал. Посмотрел на работу профсоюза, понял, что это не для меня. Ну и решил самостоятельно продолжать изучение законодательства. Ну и в итоге пришел к тому, к чему пришел. И получается, у вас что там в профсоюзе такая же канитель была, как и у Будемира, да? Типа, вы тут никто и звать вас никак, и заявление выписали не на участника, а на членство. Или что-то в этом роде, да, было такое три года назад? Ну я как бы не хочу ковыряться в этом грязном белье, да? Потому что зачем я буду говорить на кого-то, кому-то это не понравится? Можете спросить у самого Демкина, и все. А это сейчас ты вот чем занимаешься? Вексельное право тоже изучаешь? Или мимо проходишь? Ну, я его изучал, рассматривал. Я понимаю, что векселя работают, и люди живут некоторые по этому принципу. Вот, но просто нужно понять механизм, как это запустить в работу. Потому что простым смертным система все равно будет препятствовать это делать. Вот, разумеется, что нужно найти тот механизм, который позволит это запустить. Насколько я помню, в одном из твоих последних видео ты, по-моему, что-то говорил про волю, да? Если есть воля, то добьешься своего, если нет, то нет, да? Да, да, именно так. Можешь подробнее рассказать про волю, как ты ее понимаешь? Что это такое и с чем это едят? Ну, про волю на данный момент, если брать это в законодательстве, да, то ты должен уметь отстоять то, что ты считаешь правильным, да? Если ты осознал, то ты осознал, что ты, ну, будем говорить для общего, да, понимания для системы, что ты человек, соответственно, человек не подконтролен никому, для него не существует никакого законодательства, никаких постановлений, никаких регламентов. Им никто не может управлять. И, разумеется, если ты это уже осознаешь и понимаешь, и понимаешь, что ты — это не персона, это не паспорт, что ты именно человек, то ты должен предпринять соответствующие действия, чтобы система тебя восприняла как человека и сделала себе отметочку, что да, вот за этим паспортом стоит человек. И, соответственно, ты должен работать с системой через персону, везде обозначая, что я такой-то взаимодействую с вами через персону, бенефициаром, вернее, бенефициарным владельцем и собственником, которой я являюсь. Соответственно, когда ты заявляешься в системе и делаешь так, чтобы она идентифицировала тебя как человек, то ты всё это закладываешь туда, кем ты являешься по отношению к своей персоне, и система это знает. Практические результаты у тебя по 643-му, там, 810-му коду какие-то были? Я делал эксперименты, но очень интересно то, что Сбербанк говорит, ну вы же подписали. Какой я проводил эксперимент? То, что платить там якобы 643-м, давать монетки, и тебе передолжны конвертировать в 810-е, это ничего не работает на самом деле. Пробовали, ну, без толку. Тебе просто считают, что по-обычному оплатили, а долг так и остаётся. И я сделал следующий эксперимент. Я взял, положил на счёт 810-го деньги, потом с этого счёта купил валюту перечислением со счётом на валютный счёт, где было отражено, что на валютный счёт поступили 810-е рублей, определённая сумма, и произошла конвертация на том счёте валютном уже в валюту. Но конвертация произошла не по стоимости советского рубля, а по стоимости, разумеется, билетов Банка России. Когда я Сбербанк Гревху начал писать, что, извините, вы конвертацию произвели неправильную, приложил кассовый ордер, где вообще не указана конвертация, то есть что там было? Там было указано, что стоимость, допустим, 69, а к скольки указано не было, что к одному там, понимаешь, или там к 100. Когда я начал на это указывать, что вы занимаетесь махинациями, что не указываете курс конвертации, то есть нет второй единицы, в каком объёме, на что мне написали ответ. Ну вы же согласились, вы же подпись поставили, какие к нам проблемы, понимаешь? Вы же в кассовом ордере расписались, значит, вы согласны были, понимаешь? Вот такие вот дела. То есть махинации, афёры со стороны Банка. Ну и вот. И я решил, что заморачиваться на этом больше не стоит. Во-первых, потому что 810 идёт признаком рубля. Какого рубля, непонятно. Царского или ещё какого, непонятно. Если мы сами начинаем примерять 810-й код якобы на советскую валюту, то 810-го года никогда не было наличным. Это были деньги для взаиморасчётов между странами СЭФ, да, Банк экономической взаимопомощи. То есть народ этих денег никогда не имел. Это для международных расчётов были между странами. Поэтому привязывать к этому 810-й наш код признак рубля, ну это абсолютно бестолково. А раз его нельзя привязать к этому золотому рублю, да, международному, то, соответственно, признак рубля – это просто афёра. И какого признака рубля, непонятно. А ты не думал дожать тему через Минфин и Банк России, Центробанк? Нет, я не думал дожать эту тему, потому что я осознаю, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. И кто гонится за чем-то, за какими-то пряничками и плюшками, это вечная игра, и никогда вы её не получите. Вы только будете заморачиваться всё больше и больше, это будет отрывать ваше лишнее время, ничего вы не получите. У меня есть знакомые, которые нашли свои счета за рубежом с огромными нулями и тому подобное, и стали через интернет делать перечисления в Россию с этих счетов. В итоге денег как не было, так и нет. Когда начались разборки, а почему деньги не пришли, оттуда ушли, всё, они высылают платёжки, что всё, они деньги перечислили. Но сюда они не пришли. Бесплатный сыр только в мышеловке, потому что Банк России сюда не пропускает деньги. И это будет постоянно. Хоть отсюда перечислять в Германию, если у кого-то здесь счета у немцев, не пропустит немецкий банк. Это бессмысленная игра. То есть получается, что тот, кто эту кухню заварил, организовал эту систему, он оттуда, да, может брать, потому что у вашей бенефициарной, то есть у вашей актовой записи нет хозяина, она бесхозная. Поэтому может пользоваться каждый, кто угодно. А раз он систему эту организовал, значит, он и берёт. Это бессмысленная игра, вам никогда ничего не дадут. Ну тут дело не в погоне за рублём, то есть не за наживой, не ради того, чтобы набить карманы, а ради того, чтобы, как тебе сказать, получить знания и спасти те слои населения, которые уже и так страдают, дальше некуда. А как ты хочешь их спасти? Путём доступа к их счётам, чтобы они получили доступ к своим счетам? Ну и плюс, как тебе сказать, эта РФ настолько всем надоела, что люди готовы на это, уже не знаю, на чего угодно, готовы кем угодно назваться, лишь бы вот эта РФ отстала со своими вот этими всеми претензиями? Потому что люди не понимают, почему была образована РФ и вообще для чего она появилась. Она, это всё было как бы изначально запланировано, и РФ, она получилась не просто так появилась, потому что процесс идёт. Осознание людей должно было просыпаться, да, без РФ это было бы трудно сделать. Людей нужно было погрузить в такое состояние, низкое, да, чтобы они начали задумываться, ну почему мы так живём? И, может быть, что-то начали осознавать. Вот с этой целью была создана РФ. Погрузить людей ниже плинтуса, грубо говоря, чтобы они хоть, может быть, кто-то начали задумываться и, может быть, действительно осознали и вышли на какой-то уровень и начали понимать, что вообще происходит. Потому что если мы жили, как и жили в Советском Союзе, где вроде бы как-то устраивало, никто не думал ни развиваться, ни шевелиться, да, это вело к тому же, чтобы люди ничего не понимали. Но нужно было сделать так, чтобы люди начали осознавать, кто они и для чего они здесь вообще. А если человеку создать условия такие, что ему ничего не надо, его всё устраивает, то он и не будет этим заниматься. Зачем ему узнавать, кто он, для чего он здесь? Ну о том же говорится в откровениях инсайдера и материалах РА. Он так и говорит. Мы, говорит, пробовали обеспечить людей всем полностью. Так они, говорит, жреют, лежат и ничего не делают. Всё правильно. Так это прослеживается, даже если будем считать, что история нам в какой-то мере написана правильно, да, и находят там раскопки какой-то Атлантиды, там ещё чего-то. Даже смотреть, почему всё это происходило, почему уничтожались цивилизации, очевидно становится понятным, что правила игры менялись, потому что не было того эффекта под этим куполом, да, что какой хотели достичь, чтобы люди осознавали, кто они и чего они, для чего они должны. Если рассматривать Атлантиду, да, что там были такие инструменты, да, для строительства, люди обладали огромными технологиями и тому подобное, но не обладали ими, да, и могли творить там что-то при помощи этих инструментов, но они тоже, может быть, не осознавали, кто они и для чего они там. И вы на производстве КПД этой системы был маленький по поводу взращивания, да, творцов. И поэтому стиралось это, запускалась следующая программа сверху, да, Египет, то же самое КПД маленькая. Запущена следующая программа, в которой мы находимся, да, и пришли к тому, что людям дали информацию, доступ к информации, потому что понимали, что без информации люди не смогут прийти к своему осознанию. Дали полнейший доступ к информации ко всей. В основном мусорная, но есть части нужного, да, которые нужно найти. И благодаря этому, ещё погружению людей в такое состояние, да, очень низкого существования, благодаря этому люди всё-таки начали просыпаться и начали идти к тому, чтобы осознать, кто они и для чего они здесь. Ну, смотря твои видео вчерашние, ну, я полностью согласен, что все мы здесь... Я давно эту версию слышал, и ты, в принципе, её коротко озвучивал. О том же говорят и инсайдеры, и материалы РА, что все мы сюда пришли, чтобы учиться, как говорится, развлекаться, чтобы не скучать. И рано или поздно все встретимся и осознаем, что все мы братья, и нету ни плохих, ни хороших. Ну, это, с одной стороны, это правильно, но сюда приходят не одинаковые сущности-то, приходят разного уровня. И поэтому нельзя требовать от всех, чтобы они пришли к осознанию и пониманию. Потому что многие сущности находятся на таком уровне, что они вот именно только на этом, для производства тел, для вселения, понимаешь? Но в эти тела вселяются и сущности высшего порядка. Все вселяются в эти тела. Единственный вариант, что сущности высшего порядка тоже попадают в семьи, где родители могут быть сущностями низшего порядка. И они загружают до такой степени, что, может, и не очнулся сущность высшего порядка. Но если она очнулась и начинает понимать, кто она и что она, то, разумеется, она идёт дальше. Ну, а все, кто низшего порядка, у них возникает возможность пойти вслед за этой сущностью, но они должны отказаться от всего материального и освободиться от всего, и пойти за этой сущностью, тогда у них есть шанс перескочить через несколько ступеней и подойти к высшей сущности. Но не каждый готов от этого отказаться из низших сущностей, поэтому вероятность очень мала. И вот так вот и происходит всё это. Ну, а ты как считаешь, развитие каким образом происходит? Путём объединения, получения опыта или у каждого отдельный, индивидуальный путь? Версий может быть несколько. Одна из версий, то, что, как я озвучил в ролике, то, что пришла сущность, разделилась по этим ячейкам, забросила туда несколько своих частиц и собирает опыт, чтобы потом собраться воедино уже с опытом и пойти дальше творить свои дела. Из личного опыта, из личного опыта работы на тонком плане, я как бы сам этим не занимаюсь, но с ребятами мы ходим туда, я их завожу, как бы, и мы смотрим. Было такое, да. И я про себя собирал информацию и выяснил, что на данный момент я нахожусь сразу в нескольких реальностях, хоть у них очень много. И в одной из реальностей я уже погиб, был военным лётчиком. И очень интересно получилось, что я с детства мечтал быть военным лётчиком, но мне не получилось им стать, потому что мне сбили нос, когда я занимался боксом. Я не стал поступать в лётное училище, а поступил в зенитно-ракетное училище. И когда я начал анализировать эту ситуацию, то я понял, что это действительно было возможно. Просто в какой-то момент изменили мою реальность, сделали так, что я поступил в секцию бокса, и моя жизнь пошла по параллельной реальности, в этой реальности. А в той реальности я уже погиб, будучи военным лётчиком. А кто изменил? В совокупности вот эта высшая частица, которая разделилась, она? Я думаю, та, которая контролирует все свои частицы здесь. Дело в том, что как дальше получили информацию, что я существую одновременно чуть ли не в миллионах реальностей. Вот. Когда я начал задавать вопрос, что они синхронизированы по времени или смещены между собой по времени, ответ был, что они смещены по времени между собой. Я задал вопрос, а в каких-нибудь из реальностях я уже стал творцом? На что был ответ в трёх реальностях ты уже стал творцом? Я спросил, а могу ли я с ними связаться, с теми, кто уже стал творцом? На что мне был дан ответ, так у тебя с ними постоянная связь. Я говорю, а они могут мне помочь в том, чтобы стать творцом? На что был ответ, так они этим и занимаются, они тебе помогают. Знаешь, есть такая фраза, здесь нет никого, кроме тебя. И вот из этого всего можно сделать выводы, что в каждом куполе ты находишься, твоя частичка, однозначно, а может и не одна, ведь не зря есть двойники. Есть такое, ведь люди говорят, начинают искать род, они не понимают, что за род они ищут. Они ищут род телесный, аватаров, а надо искать род духовный. Да, есть здесь наши частички, и ты даже чувствуешь, когда они рядом. У меня была ситуация, когда я ехал в поезде, и подо мной была беременная женщина, а я был на верхней полке. И я чувствовал всю ночь себя неудобно, я крутился, вертелся, я не мог уснуть. У меня были такие ощущения, что рядом со мной что-то родное. И я с этой женщиной попытался поговорить, я понял, что в её теле ребёнок, там в нём моя родная душа. Я это ощущал всем телом. И когда я ей сказал, что может быть вот такое, вот так и так, начал ей объяснять, рассказывать, она смотрела на меня такими глазами. Потом я ей говорю, если хотите, я вам оставлю телефон. Она выходила раньше, я говорю, я вам оставлю телефон, и когда у вас родится ребёнок, он начнёт расти, вы начнёте с ним общаться. Может быть, вам покажется что-то подозрительным, и вы можете набрать меня, и мы с вами побеседуем. Но она не стала брать телефон, вышла, и на этом всё закончилось. Представь, что она мужу рассказывает. Какой-то дядька всю ночь ворочался, не давал нам спать, утром проснулся, начал грузить, ещё и телефон впихивает. Я понимаю, но я это ощущал, я ощущал это всем телом. А ты скажи, вы вот эти записи своих походов на ТП не размещаете нигде? На ТП это что? Ну, тонкий план. Нет, мы, как многие делают, да, чистка там, ну, схема одна, да, то, что мы знаем. Но есть возможности, конечно, узнавать и разную другую информацию. Я просто хочу сказать людям, которые пользуются регрессивным гипнозом, гипнозом там, очищаются и тому подобное, вы должны понимать, что через 2-3 дня у вас опять это всё появляется. Просто выкачка денег, то, что вас почистили, сняли там у вас подключки, там, или ещё что-то, 2-3 дня всё появляется на месте обратном. Если вы постоянно не занимаетесь, не контролируете, не чистите себя, если вы сами не ходите на тонкий план, то у вас опять всё появится, и это можно делать до бесконечности. Мало людей, у которых такая воля, которые могут внутренне сами отключать это всё. Таких людей очень мало, они есть. Вот в этом плане я читал давно ещё такие книги, как «Диагностика кармы» Сергей Лазарев. Может, слышал о таком? Ну, нет, не слышал. Вот, он занимался целительством, по-моему, массажем, что ли, спины правил, что-то такое. Он человеку помогает, тут приходит через полгода, у него опять те же проблемы, он опять его правит. Потом он за счёт вот этого прикосновения, всё там, разговоров, короче, начал видеть, что там, где болит, там какие-то сущности присасываются. Ну, он сам это всё описывает. Он научился их это снимать. Вот он чистит, снимает, короче, на ТП. Всё, человек уходит, а через два месяца опять приходит, а эти сущности опять там. И он понял, что, ну, надо как-то по-другому действовать. Он начал разговаривать с человеком, и долго-долго разговаривал со всеми, и в итоге пришёл к выводу, что бесполезно кого-либо чистить, там, лечить и всё такое. Надо, чтобы человек сам изменился, захотел измениться. Именно характер свой, его мысль, образ, как он относится к той или иной проблеме. И, короче, начал выстраивать систему и пришёл всего к двум понятиям. Это ревность и гордыня. И вот все проблемы, он сразу говорил, там, печень болит, это гордыня, там, почки, это тоже гордыня, там, а, это ревность, ну, и всякие вот такие. И, короче, сразу говорил, что нужно делать, где проявлена ревность, где гордыня, и как надо было отнестись к данной ситуации. И когда человек, как только человек это осознаёт, у него всё сразу само проходит. Да, мы тоже этим интересовались, оно так и есть, потому что, когда подключались, подключки снова, и задавали вопросы, почему так происходит, получали ответы, что это всё от ваших эмоций. От чего? От эмоций. Проявление эмоций. Оно так и есть. Гордыня, это эмоция. Всё на эмоциях, на энергиях построено. То есть, ты проявляешь что-то, оно появляется. Подключки, я имею в виду. Ты, наверное, имеешь в виду дисбаланс в негативных и положительных эмоциях, нарушение равновесия? Равновесие, равновесие, я имею в виду, что если ты неконтролируемо эмоционируешь, бесконтрольно, то оно сразу у тебя всё появится. То есть, понятно, что человек не может жить без эмоций, но их нужно контролировать, свои эмоции. Например, когда ты общаешься, скажем, с какими-то органами власти, то ты чувствуешь, как повышается градус, ты чувствуешь, как к себе начинает что-то возрастать, эмоция. И если ты её не потушишь, то, разумеется, ты получишь. Поэтому надо сразу уметь это всё купировать, чтобы эмоции не возникали. Ну вот, в принципе, это моё видение, я как бы никого не заставляю в это верить. По поводу задержания до последнего, там из-за чего из-за маски было? Нет, всё было очень интересно в том плане, что я чувствовал, что мне туда нужно попасть. Я уже это чувствовал буквально за месяц, что я туда попаду. Такое предчувствие было. И когда я уже начал ощущать, что этот день уже близок-близок, я начал носить с собой Библию, Конституцию, начал с собой носить генетический документ всё время. Они всегда... Подожди, подожди, подожди. Это сильно... Я первый раз чтобы человек одновременно носил с собой Библию и Конституцию. Главное не перепутать. Да, потому что я осознавал, что мне предстоят с ними беседы, и я должен им мотивировать и ихними документами, и мотивировать кое-чем другим. Вот. А подожди, а ты что думаешь, они их читали, что ли? Я им ничего не рассказываю, они ничего не знают. Я знаю, что они ничего не знают, но на самом деле им всё интересно. Им всё интересно, когда рассказываешь. Или ты решил и поэтому в профессора поиграть? Нет. До чего, говорит, студент пошёл тупой, я его один раз объяснил, он не понимает, я его второй раз объяснил, он не понимает. Я уже и сам начал понимать, а он ни в какую. Ты хотел заобъясняться до того, чтобы самому понять, что там написано? понимаешь, просто есть такая информация, что система работает по некоторым ключевым фразам. В Библии эти ключевые фразы есть. То есть, если ты произносишь кодовое слово, то система понимает, с кем она общается. Вот. Поэтому я Библию изучаю, я её ношу с собой на всякий случай, там очень много интересного открывается, когда начинаешь её действительно изучать, складывать. И хоть люди и говорят, начинают там, да это придумали нам евреи, да это... Ну, кто как хочет, пусть видит. Я там вижу совершенно другое. Не то, что видят все. И я чувствовал, что я туда попаду, просто я не знал, когда. Не знал, как. Я знал, что мне туда надо попасть, мне нужен этот опыт. Ходил без маски везде, никто меня никуда не напрягает. Захожу в отдел полиции без маски, все ходят в масках, сидят в масках, мне никто ничего не говорит. В общем, шансов попасть не было. Я не знал, как туда попасть. Но тут выпал такой случай воли судьбы. Как раз я, когда... Я и чувствовал, что я в этот день попаду, прямо с утра я чувствовал. Вот. Ну, я к этому был готов. Ну, и всё началось с того, что с меня начали требовать документы. А документов у меня с собой, кроме генетических, не было никаких. Вот. Я сначала потребовал, чтобы они мне предъявили, а кто они-то? Полномочия свои. Они начали... подожди. А где, 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 что произошло-то? Где требовать начали? Ну, начали требовать, там произошла ситуация, и у моей машины начали сотрудники полиции у меня требовать документы. На что я? На что я потребовал, чтобы сначала они подтвердили, кто они. Но они показали свое удостоверение. Я говорю, ребята, ну, это не подтверждает вас. Давайте паспорт. Сверим, соответствует ли ваше удостоверение паспорт. Может, вы какую-то мне ерунду показываете. У них паспортов с собой нет. Один притащил с собой паспорт, показал. Я говорю, ну, ладно, тебя верю, что ты может быть такой, как ты хочешь. Ну, тогда доверенность. Какая доверенность? Я говорю, ребят, объявляю вам, что у вас есть начальник, только он без доверенности. Никакой доверенности. Я говорю, ребят, ну, вы не подтвердили свои полномочия, вы не можете со мной общаться. Ты нам не подчиняешься. Ну, и начали крутить, и, ну, как обычно, по старой схеме. У них же схемы отработанные. Не знаю, кто я, что я, не знаю. Гражданин, не гражданин, им же по барабану все. Они же ничего не знают. Они зашоренные все. Поэтому все по схеме. Вот, когда привезли в отдел, начали составлять документы, а документов никаких нет. Генетически им показываю, у них глаза на выкате, что это такое, это не документы. Я говорю, как не документы? Смотри, фотография в полный рост, привязка к моему телу генетическая. Как не документы? Вот твой паспорт ни к чему не привяжешь. Подожди, у тебя там печаль судмедэксперта же есть, правильно? Да, да, все это есть. Это для них не документы, понимаешь? Ну, ну, что возьмешь? Ну, сущности низшего порядка, что с ним взять? Вот. Ну, и, разумеется, разумеется, они закрыли, да, за неподчинение ВВС сначала. Нашли по машине, по номерам, нашли, значит, владельца машины, вытащили форму 1П, старую, не новую, и закрывали уже эту форму, но меня приклеили к ней. Вот. Ну, дальше вообще все было интересно. Когда раскопали, настоящую форму нынешнюю, а в этой форме было все сделано грамотно. Получатель был мужчина с именем Сергей документа. Вот. Заявителем была сама персона, капслоком, а получателем был мужчина. Я говорю, видите, даже здесь различие, кто получил персону, мужчина, ну, они вообще, они никакие, с ними разговаривают абсолютно все бесполезно. Понимаете? Подожди, напомни, там, насколько я помню, по 19.3, это же не выполнение законных требований сотрудников полиции, там до 15 суток. Насколько я помню, тебе дали 7, а потом вроде как пошла информация, что тебе продлили. Мне продляли за неподчинение то, что меня один раз за то, что носили с суда, то, что я сам не пошел, а второе продление было еще на 5 суток за то, что я отказывался давать отпечатки пальцев. Они меня крутили и брали силой отпечатки пальцев. В смысле? Так они же установили личность, эта дактилоскопия, эта добровольная? Нет, у них там они ссылаются на свои бумаги, что по задержанию за административному нарушению, если задержание, то обязательно диктовалось такие типические снятия и отпечатка. У меня 8 или 9 задержаний было именно по административке и ни разу не удалось отпечатки пальцев снять. Я написал там волеизъявление, что я запрещаю что-либо делать с моим телом и тому подобное. Зарегистрировал у дежурного. Все по барабану. Ходили меня сначала уговаривали, уговаривали. Я говорю, ребята, нет, я не буду, я запрещаю. Приносят мне закон, я говорю, читайте, что написано. Лицо должно сдать отпечатки пальцев. Я им говорю, вот мое лицо, лицо, пожалуйста, берите с него, с моего лица берите отпечатки пальцев. Ты все, ты что, какой-то, ты не так все понимаешь. Я говорю, я все так понимаю. У вас форма 1П есть, посмотрите, видите там лицо, да? Там не фотография человека. Там фотография лица, вот с него берите. Ну, ты понимаешь, ну, люди вообще просто. Ну, да, это полнейший абсурд. Видите лицо, а пальцы у этого лица видите, нет. Вот с этих пальцев невидимых и берите отпечатки. Вот, вообще все было очень прикольно, интересно. Когда меня первый раз с суда унесли, вот, второй раз они подали, меня же уносила та же бригада, которая меня и задерживала, они второй раз подали на неподчинение опять, что унесли с суда. Приехали в суд, опять они же, сидим. Ну, что, ты в этот раз пойдешь? Я говорю, не, ребят, вам нравится, носите. Я говорю, мне все равно. Ты там как в санатории сидишь. Я говорю, конечно, носите. На что они меня опять носили, но уже не стали составлять за неповиновение. Отстали от меня. Второй раз пошел уже по отпечаткам пальцев неповиновения. Но все пошло во благо. Я 9 дней был в одиночке, 9 суток. И это очень сильно сыграло на моем осознании и понимании. Когда ты находишься... Подожди, подожди, 9 суток в одиночке? Да. А почему в одиночке? Ну, я не знаю, меня сразу в одиночку повезти. Подожди, что за одиночка? Кровать была там, умывальник, туалет? Нет, это все было, но просто было одно лежачее место. Ничего себе. Ну, есть такие камеры у нас, где один находишься. А ты не требовал перевести в это, в общее? Нет, зачем? Мне было как раз это и нужно. Представляешь, когда ты 9 суток один, и ничего перед тобой не маячит, никто к тебе не приходит, ты один на один с собой, ты с Библией, ты с своими рассуждениями, приходит озарение, понимание, вообще классно. Подожди, а тебе разрешили книги какие-то принести с собой? Конечно, там все разрешено, что там и книги, и ручки, и листочки, это все разрешено. Я там писал, начал писать книгу, думаю, напишу-ка я книгу, начал писать книгу. Книга, конечно, получилась бы интересной, но что-то я подумал, что она должна быть адресная, потому что не надо ее всем читать, там будет очень много интересного, очень много направлений. Но потом подумал, почитал, когда начинаешь читать отзывы под роликом, потом подумаешь, наверное, некому эту книгу будет давать. Подожди. Почему некому? Ты же существуешь параллельно со сдвигом во времени, просто оставишь книгу где-нибудь в библиотеке, и рано или поздно ты же со сдвигом во времени прочитаешь ее. Ты понимаешь, насколько... О, в камере можешь оставить, там эта книга будет вечно жить. Настолько... Настолько как бы пришло понимание всего, многого, вот там за 9 дней. И я понимал, что меня ведут, я это все чувствовал, я имею в виду высшие силы. А потом мне в конце, после 9 дней, начали устраивать проверки, как я усвоил и как я могу этим пользоваться. То есть сначала меня поместили к двум молодым ребятам, которые попали туда тоже, ну, интересные такие. Я начал с ними разговаривать, там, туда-сюда на разные темы. Я увидел, как они через сутки изменились, они стали совершенно другими. Они начали уже думать немножко по-другому, вот, и тому подобное. Я вам говорю, ребят, видите, у вас приходит сейчас понимание сознания, что происходит вокруг вас. Я вам разложил ваши ситуации, разложил, почему у вас по жизни так происходит. Я вам все разложил, я вам дал понять. Я говорю, у вас есть шанс стать человеками. Возьмите мой телефон, живем в одном городе, нужно будет, позвоните. В итоге нет, никаких звонков, все. То есть они попали в свою среду, так и остались. Потом меня посадили к одному алкашу. Алкаш 10 лет сидел до этого, еще на 10 уже собирался заряжаться, ждал, когда будет приговор. Он зашел, его ко мне в камеру перевели, он заходит, видит, у меня на столе лежит Библия. Он так на меня смотрит. Я говорю, что ты на меня так смотришь? Говорит, я боюсь с такими людьми разговаривать. Я говорю, а что ты боишься-то? Боюсь. Я говорю, я не религиозный, я в церковь не хожу. То, что у меня лежит такая книжка, ты можешь меня не бояться. Я здравомыслящий человек. И после беседы с ним, в течение суток с этим алкашом, он стал мыслить по-другому. Он в конце суток мне говорит, я никогда такого не слышал. Все разговоры, о чем мы разговариваем в своем кругу, касаются работы, пьянки и блядства. То, о чем я сейчас с тобой сутки разговаривал и слышал, я, говорит, просто в шоке. Понимаешь? Я разложил его жизнь. Почему у него случались такие ситуации, где были контрольные точки, поворотные, что он делал не так. Почему он там намотал срок, почему так у него получалось, так он рассказывал свою жизнь. Ну, короче, было видно, как люди меняются на глазах. Но стоит им попасть в свою среду, и они опять становятся такими же. Подожди, важный момент. Получается, ты троим дал определенные знания. Ты их сам давал, или инициатива с их стороны была? То есть кон неведения был нарушен или нет? Сначала я им обозначил, что все не просто так в этой жизни происходит. Ну, они же когда сели, они начали рассказывать, за что там, что, как там. Один там чуть ли не вешаться собирался там. Он начал рассказывать, я начал ему раскладывать, да, почему у тебя так вот происходит. Подумай сам, задумайся. Вот. Были вопросы, были ответы. Вот это очень важно. Если бы ты сам им начал рассказывать, это мог быть нарушение кона неведения. Ты понимаешь, я думаю так, что кон неведения, если ты пытаешься сделать какое-то благое дело, все зависит от человека. Примет он это, не примет. Не примет, останется в неведении. Примет, значит, останется в ведении. Ты ничего не нарушишь, потому что у него все равно есть воля. Он либо принимает, либо не принимает. Ты дал информацию, его принять или не принять. Он не примет, значит, будет неведение, ничего не нарушится. Захочешь принять, значит, он проявил желание принять. Ну, я тебе скажу, что у меня примерно то же самое, что и у тебя было. Только я наоборот говорил, что я не хочу оставаться один, потому что там, как тебе сказать, была такая ситуация, что, ну, знаешь, мне там дверь вынесли, психушку сдавали, там пытали, и здесь, в Сургуте именно. А когда я в Ревде оказался, там началась тенденция, там сколько, не помню, 10 суток, что ли, дали. Там была тенденция к тому, что, ну, там было их сначала трое сокамерников, потом один вышел, потом второй, и я тут начал им это, говорю, так, это, конвоиры, смотрите, один остался, если он уйдет, я говорю, это опасная ситуация, я не хочу оставаться один. Я не хочу, чтобы кто-то вдруг подумал, что если со мной что-то случится, что у меня были какие-то там мысли, и еще что-то, нет. Я говорю, мне наоборот тут нужны сокамерники, чтобы все видели и знали, что я не один, и я не собираюсь с собой ничего делать. Ну, пояснил мне ситуацию полностью, и говорю, у меня уже это, заявления там эти, жалобы все подготовлены, как только останусь один, сразу бумаги во все инстанции полетят. И буду требовать и проверку, и общественную там, и т.д., и т.п., короче, делайте, что хотите, переводите, куда хотите, но один я оставаться не буду. Ну, видишь, у тебя уже был претендент с психушкой, у меня-то этих претендентов не было. И как бы я тут, у меня-то в городе уже немножко знают эти структуры, да, как бы понимают, кто к ним попал. Они там все удивлялись, как ты к нам попал сюда. Я говорю, сам пришел. Опыт нужен был. Это ты еще, смотри, это ты еще культурно, как говорится, с культурной прической и с культурной, ну, бородой подстриженной. А вот представь меня, я вот это, в камере, это, разговариваю за столом, со мной общается, общается, а часа через три спрашивают, слушай, а ты не батюшка? У тебя был, этот, Библия, а я и без, меня и без Библии, это, за батюшку принимали. Ну, понятно. Нет, все интересно. Ты знаешь, я видел, вот из всех работников ИВСа, я только в одном увидел зачатки человека. Некоторым было интересно послушать, о чем я рассказываю. Но, как только на камерах посмотрели, видать, что некоторые со мной общаются и слушают, то после этого пошла реакция, им запретили, видать, со мной общаться, больше они со мной не общались. Когда меня выводили от тех двух, да, а потом и от третьего, то они задавали вопрос, ну, что, ты их в свою секту перевел, посвятил их в свою секту. Обработал их, нет. Я говорю, ну, беседу провел, говорю, что, надо же воспитывать. Ну, в общем, так. Не, у меня один закамерник, это, что-то там на проверке, стоим у стены, руки за спину, ну, нас проверяют там, есть что запрещенное, нет. И из конвоиров один спрашивает, вот, сокамерника, который, ну, употреблял алкоголь, он спрашивает, что, говорит, завтра выходишь? Он говорит, да. Он говорит, что, бухать дальше будешь? Он говорит, не, говорит, бороду отращу, волосы, все, бухать больше не буду. Мы как, давай там ржать. Было два момента интересных, кто же. Один раз уполномоченный, подполковник, видать, начальник их службы, пришел в составе брать объяснение. Я, говорит, по заявлению пришел брать объяснение. Я говорю, с кого брать будем? С Поликарпова, Сергей Александрович. Я говорю, заявление от кого? Читает. Мужчина с именем Сергей. Я говорю, так от кого будем брать объяснение? С Поликарпова, я говорю, заявление от кого? Мужчина с именем Сергей. Вопросы есть? Нет, ушел. Через пару дней сижу в камере Заглядывает начальник уголовного розыска Я пришел брать объяснение, с кого? С Поликарпова, Сергей Александрович А заявление-то от кого? Мужчина с именем Сергея Я говорю, так с кого будем брать? С Поликарпова Я говорю, заявление от кого? Он смотрит такой Потом мне говорит, извините, я ошибся И ушел Вообще цирк Ну, а обрати внимание, да, на уровень Начальник уголовного розыска И подполковник У меня такие же фигуры приходили Цирк, цирк, понимаешь, вообще Это не цирк Это, как тебе сказать Тоже уроки, проверка Вот как ты туда попал Ну, мы сразу тут начали видеоролики выпускать Звонить туда, обзванивать их Ну, я сразу это для себя осознал Что для тебя это как бы этот экзамен наступил Ключевая точка, как ты говоришь Я хочу сказать следующее Что там много интересного, конечно Так, если мелочи На мелочи обращать внимание Много интересного замечаешь Во-первых, на камере в двери Были наклеены документы И там был список Что можно передавать с продуктов Когда я начал читать список Я увидел, что можно передавать Только овощи, фрукты и траву Все остальное запрещено То есть запрещено консервы Запрещено там пирожки с тем Пирожки с этим, когда я начал анализировать То получается, как в Библии Ты туда приходишь на исправление Тебе можно передавать только траву Плоды, дающие семью и тому подобное Но сами они кормят тебя Чем? Тем, чем не надо Понимаешь? Кормежку приносят Но, разумеется, человек, который туда попал Он понимает, что он человек Что у него нет хозяина Его не должны кормить кто-то с руки Поэтому я от всего там отказывался Я ничего не ел Мне приносили именно то Что овощи, фрукты и тому подобное Так это, получается, ИВС, райский сад? Получается, да Кормежка-то там можно приносить Только то, что положено есть Детям Божьим Вообще интересно Там очень много интересного На самом деле Например, когда я все-таки добился Чтобы побеседовать с начальником Меня привели к начальнику На беседу личную Там сидели еще двое Подполковник и начальник ИВС Те были в масках и в форме Начальник был в гражданке и без маски Мы с ним сидели так вот И разговаривали, а те слушали Но я понимаю, да Что, может быть, немножко там я не так себя вел Как я сейчас уже понимаю Как надо себя вести То, что кто ты и кто они Вот И теперь Но я сейчас, зная то, что я увидел Я теперь понимаю кое-что Например Если производить градацию людей Ну, человеков, да То можно выявить следующий уровень Градации Это животное Человек-животное Животное-думающее И человек, да Осознавший Это как бы от человека вверх идет А от человека вниз идет Скотина и тварь Вот То есть скотина это кто? Если брать животное есть, да Скажем, буйвол, да Или як Это животное Потому что они живут в природе Они никому не подчинены Взять корову Это уже скотина Потому что она в стойле Она у хозяина Хозяин ей управляет Стряжет, доит, руководит Там без разницы То есть это уже разряд скотины То же самое и человек Если он никем не управляемый Да Живет сам по себе Где-то на природе Ну, это животное, грубо говоря Да Если он дальше начинает думать Осознавать До человека доходит Может стать человеком А если только с животного Человек приходит в стойло К хозяину То он становится уже скотиной И поэтому в Библии четко написано Что человек Мужчина и женщина То есть мужчина и женщина Может быть человеком И они владычествуют Над животными и скотами Понимаешь, да? Какая тонкость? Что человек может быть и скотом И что человек, который Осознанный Стал человеком Поднялся на максимум Он владычествует скотом За счет чего? За счет знаний, воли Воля Во всем воля только играет роль Скоты Скотина, да? Которая в стойле находится Она безвольная Она не проявляет волю Она все время будет в стойле Но скотина может превратиться в тварь Тварь это Самая низшая Кто способен на убийство На изнасилование На грабеж и тому подобное Вот это тварь Грубо говоря, да? Ну если по этой градации смотреть Вот как я разрисовал Вот это, грубо говоря, классификация Как можно определять С кем ты разговариваешь, да? Если вы видите по улице Идет человек Идет в маске Самое интересное, что На животное Нельзя надеть маску Вот есть обезьяна Попробуйте ее заставить Одевать маску Да в жизни вы ее не заставите Одевать маску А вот человека Можно заставить Одеть маску А почему? Потому что он скотин Да даже не заставить Даже не уговорить Приказать И даже не приказать А как тебе сказать? На заборе написать И сами начнут носить Да, да Так вот, когда ты идешь Куда-то разговаривать Ты понимаешь С кем ты разговариваешь Ты можешь видеть Это скотина Или это животное То есть Когда ты знаешь градацию Ты четко определяешь С кем ты общаешься Вот представьте себе Да, есть стойло Куда загнали скотину А в этом стойле Есть еще меньше стойло Да, грубо говоря Частная компания Ну, МВД Или еще какое-то Куда уже скотина Добровольно сама вошла То есть она Получается скотина В квадрате Даже Понимаете в чем дело-то Из одного стойла Зашел еще в дальше В меньшее стойло Но я не хочу никого обидеть Это мое видение Я вправе высказывать Своё мнение Вот Никого не хочу этим обидеть Просто вот я вижу Вот такую градацию Да, по которой Можно проклассифицировать Людей Получается загипнотизированная Запрограммированная Проинструктированная Скотина Потому что Ну, телевизор Наверняка в этом Имеет влияние Ну, видишь что Получается, что Те, кто идут Вот в эти структуры Госорганы Так называемые Силовые Они продают свою честь Принимают присягу Продают честь И все И они уже находятся В таком статусе Да, понимаете сами Вот Вот Но Что могу еще сказать Как бы такого интересного Но Самое трудное Это выйти в человека Да, осознать Кто ты Что тобой Никто не может управлять И руководить И когда ты это осознаешь И когда ты Это понимаешь И когда в тебе Все-таки есть воля То тогда ты Добьешься всего Я до сих пор Вспоминаю Дмитрий Николаевич Луценко Бывший начальник Отдела Э По борьбе с терроризмом Экстремизмом Когда меня пытался Перебедить Больше никогда Не заниматься Правозащитой Очень долго Разговаривал Про жизнь Про свою Личную жизнь Рассказывал И Так Как говорится Совершенно не осознавая Но я ждал Что через него Мне дадут Это знак Что мне делать дальше И он этот знак Произнес Он сказал Да будь ты человеком И когда он завершил Свою речь Он задал вопрос Ну что будешь Там Еще куда-то там Ходить Что-то качать В надежде Что я скажу Ой нет Все Я прекращаю Мне вот эти проблемы Больше не нужны А я ему сказал А я это Буду где-то Следовать вашему совету Он удивился Какому советую Я говорю А вы сказали Да будь ты человеком Да вот Люди И тут он все понял Что Что с этого взять И Пошла психушка Понятно Тут просто вот Некоторые Были такие ситуации Человек значит Под роликом Оставляет телефон И просит Пообщаться Вот недавно Была такая ситуация Позвонил Задаю вопрос Скажи мне Какая у тебя цель В жизни Начинает Кучу Кучу Рассказал всего Цель так и не обозначил Я говорю Какая цель У тебя в жизни Скажи мне Если у тебя нет цели Тебе некуда идти Все Ты на пределе На своем Ты пришел Куда пришел Тебе некуда идти Начинает Вот Купить квартиру Обзавестись семьей Я говорю Так что тебе для этого надо Копи деньги Купи квартиру Найди девушку Заведи семью Что тебе еще надо Цель какая у тебя есть Твоя Конечная Куда ты хотел бы Прийти Разрушить систему Зачем ты ее хочешь Разрушить Чтобы все Перебивали друг друга Сожрали друг друга Зачем ты ее хочешь Разрушить В этом Смотри Я то же самое делаю Разговариваю И очень давно Этим занимаюсь Ты по сути Пытаешься поговорить По душам Смотри Первый вопрос Какая твоя цель Когда мне отвечали Хочу квартиру Машину Стать богатым Я говорю Так а в чем проблема Иди вон почку продай Купишь квартиру А потом заработаешь На почку И все Проблема решена Элементарно Если он там Говорил Что там следующее Ты говорил Значит квартиру Машину Потом систему разрушить А вот Систему разрушить Я говорю А зачем смысл Ты вон посмотри Этот фильм Убить дракона Как только Ты разрушишь систему Все будут Все будут Искать нового царя Новую систему Перестроиться Немножко по другому Будет Название вывески Поменяются Та же система Выстроится заново Ничего не поменяется До тех пор Пока не повысится Уровень осознанности Каждого человека Да Я понимаю Что Если нет цели То все Тупик Идти некуда Когда человек Себе не ставит цель Это все Безнадега Поставил ты цель Дошел Ставишь следующую Дошел Ставишь следующую Вот это движение А когда нет цели Ну все Все На этом развитие Закончилось У меня знаешь Какая цель Но Найти цель Найти цель Я тоже так шучу И тогда у людей спрашиваю Какая у тебя цель Не знаю Говорю Ну как Ну хоть одну придумай Не могу Я говорю Ну хотя бы Ну давай Думай Думай Он долго Долго мучается Я говорю Ну я же говорю Тебе уже озвучил Твою цель Ну какая Я говорю Цель Найти цель Он А точно Понимаешь Ни одной цели Не видит Прикольно Ну вот И как вот С такими людьми Общаться И как вот К ним относиться Ну вот как Ну любить Как животное Если он Несет добро Несет позитив Ну как собаку Любить Как животное Ну как еще Не-не-не-не Разговаривать Значит можно Донести Если слышит Разговаривает Русскую речь Понимает Значит можно Что-то донести Это очередной Учитель Для тебя Как Какие слова Найти Как к нему Подобраться Крути-верти Как хочешь Но человека Из него сделай Это тоже урок Это все понятно Эти уроки Уже проходили Все как бы Просто Когда ты 20 минут Разговариваешь С человеком И говоришь ему Ну цель Скажи Ну цель Начинаешь ему Объяснять Ну вот это Вот это Ну цель какая-то У тебя должна быть А он не может И ты понимаешь Что ты 20 минут Ну потратил Времени Своего личного Которое тебе так дорого А он не хочет Ничего понимать Вообще Это с одной стороны А с другой стороны Это говорит о том Что ты 20 минут За 20 минут Не смог найти Решение Вот этой ситуации Как Каким Ты не смог найти Те самые слова Которыми Донести до него И скажем так Сподвигнуть его самому Определить цель В своей жизни Ну так-то он определил Семья Квартира Я просто думал Может он что-то большего Как бы Найдет Что может для него Большего пожелать На данном этапе Это его цель Ты же сам сказал Вот достигнет А дальше подумает Как мне многие Полицейские Какой многие Все говорят Я им что-то Начинаю разъяснять Они говорят А мне некогда Вот выйду на пенсию Тогда это То есть у них цель одна Это пенсия Все Цель есть Видишь Хорошо Да Они так и говорят Нам некогда этим Заниматься Изучать Не забивай нам мозги Вот на пенсию Выйду Тогда может быть Наверное Так и здесь Пока он квартиру Машину Не получит Ему Не до вот этих Высших там Низших сущностей Да понятно А я хотел У тебя узнать Ты вот эти вот Организовываешь Да Беседы Встречи Тебе Слушатели Вопросы Какие-нибудь Задают Чтобы ты Задал У того С кем будешь Общаться Нет Или ты сам Составляешь Вопросы Чистая импровизация Даже вопрос Не составляю Просто Созванию Все разговариваю Понятно Нет я думал Может там Слушатели Хотят Какие-то Именно вопросы Озвучить Узнать Спросить Ну есть один Я вот его Держу Держу Это все Жду Пока ситуация Возникнет Вопрос задавали Многих Интересовало Что за свидетельство Живого Заверенное Минюстом Что ли У тебя там Какое-то было Нет Это не свидетельство Живого Заверенное Минюстом Это был Генетический профиль Вот это Да Исследование Заверенное Минюстом Нотариально Эта копия Была нотариально Заверенная И апостелированное Минюстом То есть ты Через судмедэкспертизу Мало того Что там печать Судмедэксперта Стоит гербовая Еще и Минюстом Заверено А Минюст Какой штемпель Поставил Прямоугольный Или круглый С гербом У них Печать круглая С гербом И компьютерный Вот этот Вот рамка Компьютерная В виде штемпеля А в судмедэкспертизе У них печать Без герба Не гербовая печать Ну и что Как они восприняли Эту бумагу Ну начальник отдела Попросил копию Разрешить сделать Я разрешил С копией Заверенной Сделать копию Такого документа Они никогда не видели Никто Они наверное Слово апостель Не знают Да что такое Может быть Не знают Даже Но Что делать Что делать Такие вот у нас Работники работают Ну видишь Кому-то Библия нужна Кому-то и копии А постели Достаточно Для изучения Согласен Поэтому Все интересно Конечно Сейчас начинаешь Все это понимать Как бы уже С новой точки зрения Осознавать Потому что Понимание приходит Ты понимаешь Это генетический профиль В принципе Тебе нужен Только для того Чтобы самому Убедиться И можно было заявлять Какая раса У твоего тела Вот Какой расовой Принадлежности Он относится Арии там Или еще какой В принципе Больше Этот документ В принципе Ни для чего Не нужен Тот Кто пытается С ним что-то сделать Там на него Оформить Написать Не проходит Это дело В системе Потому что Система Этого документа Не видит Ну Есть иное мнение Есть люди Есть живые Мужчины и женщины Которые Тоже делают Такие бумаги Только они Не используют Системные бланки Они полностью Все сами пишут И там Ни одного Лишнего слова нет Им это все Заверяют Это понятно Что заверяют Разговор в другом Что у системы Есть свои правила И когда что-то Не входит В правила Системы То они Этот документ Все равно Не принимают Система Может подыгрывать Создавать Видимость Что все хорошо Но если Что-то будет Серьезное То система Сделает так Как у нее Написано В документах Понимаете Чтобы не Создавать иллюзию Что вроде бы Все работает До поры До времени Чтобы люди Шли в этом направлении Она будет Создавать иллюзию Что вроде бы Ну принимает Как бы Да там что-то Но у нее Есть правила Строгие Которые она Не нарушает И если что-то Будет серьезный момент То этот документ Не будет принят Во внимание Это все должны Осознавать и понимать Она принимает Только свои документы И наша задача Сделать такой документ Ихний Ими выданный Чтобы она видела Кто стоит За этим документом Я примерно Я примерно понимаю О чем ты говоришь Но Я тебе так скажу Я три года назад Пришел к выводу И до сих пор Его придерживаюсь Что Мне в принципе Никакие документы Не нужны Я стараюсь Действовать живым словом И вот даже Если бы у меня Была возможность Какие-то там Книги бумаги Занести в камеру То я бы даже Не воспользовался Ты понимаешь что Я согласен Живое слово Да Но когда тебе надо Взаимодействовать С системой То ты будешь Взаимодействовать Через свою персону С ней Не всегда Но Хорошо В банке Возьми ссуду Без персона Не нужна Не нужна Это ты пока Так думаешь Пока ты не знаешь Как можно Все сделать грамотно А есть варианты Да Как говорится Это Пропало суда Взялась И не вернулась Да Нет Все там Намного круче Но это потом Когда Сами пройдем Все эти шаги Для меня Финансовый Финансовый вопрос Почти не интересует На самом последнем месте У меня Самый главный вопрос Какими ощущениями Вышел Из Из После 9 суток Знаешь Я вышел С ощущениями Удовлетворения То что я Приобрел То что я В принципе Хотел Во первых Там со мной Передошла Очень интересная Ситуация В камере У меня там Был приступ Вот Я не мог Понять От чего И почему Но потом Мысленно обратился К своему роду Обратился Мысленно К творцу То есть К себе Да Вот Ну и попросил Чтобы Осознание Понимание Всего Ну Периодически Это делаю И Я почувствовал Это было Это было реально Вот я не спал Ничего Я только обратился К роду Я почувствовал Как меня взяли За руки Прямо ладошки Я ощутил Что в моих ладошках Чьи-то руки Такое было ощущение Что вот меня Держат за руки Вот Ну и потом Это все Ощущение пропало Меня как бы Вроде отпустили Да И Я уснул Спал я там Три часа Ровно Каждый день Если я засыпал Двенадцать Три Я уже Все Меня будто Кто-то будил И у меня Приходило Осознание Потихоньку Всего того Что я как бы В течение дня Получал какую информацию Как бы Все раскладывалось По полочкам И вот В этот Следующий день Да Ночь прошла Вот это Когда вот Я такое ощущение Испытал Что меня взяли за руки Следующий день Вечером Пришел ко мне На беседу Заместитель Начальника полиции Вот Меня туда увели В отдельное Как бы Место где Опрос проводят И мы с ним Там побеседовали И выходя оттуда Я почувствовал Что мне становится плохо Вот То ли это было Какое-то воздействие То или еще что-то Не знаю Я выходя Проходя мимо Работников ФВС Говорю Вызывайте скорую Они сначала Ничего не поняли Я говорю Скорую вызывайте Я чувствую Что мне становится Хуже 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 Подожди Он к тебе Прикасался Нет Он ко мне Не прикасался Вот И Мне становится Хуже Хуже Я говорю Вызывайте Скорую Вот Пришел в камеру Лег Все У меня хуже У меня пошло Частое дыхание Вот Меня там Колбасит Всего Вот Они думали Что я кашу Они и потом Думали Что это я кашу Вот Приехала скорая Вот Минут через 20 Меня там Колотит Всего Вот Они Сняли кардиограмму Все нормально Давление Все нормально Сделали мне Два укола Ну Как бы Она говорит Наверное Спазм у него идет Этот Остеохондроза Сделали два укола Потом Меня Начало Отпускать Ну вот В этот момент Когда Со мной Работали Медики Я почувствовал Было такое ощущение Я лежал на спине И было такое ощущение Что у меня Из груди Что-то вытаскивает Это было Такое ощущение Я вижу Что у медиков Все Ничего не происходит Но такое ощущение Что из груди Че-то выходит Че-то вытаскивает Из груди Вот И я Сначала Ничего Не понял Меня потом Отпустило После уколов Мне стало легче Я ничего не понял Что произошло произошло. И я только осознал, что произошло, когда стал ложиться спать ночью. Я лёг, и у меня в голове никаких мыслей. Когда я начинаю о чём-то думать, с собой разговаривать, да, я разговариваю с собой, я слышу. Никаких посторонних мыслей нет. Если я молчу, в голове тишина, никаких мыслей нет. А раньше постоянно проскакивали какие-то мысли посторонние. Я понял, что из меня что-то вытащили, и у меня больше нет чужих мыслей в голове. Если я молчу, то там тишина. Если я думаю, там разговоры, я разговариваю с самим собой. Вот такая произошла там интересная ситуация. Ну а как ты думаешь, что вытащили? Не знаю, я не знаю, что вытащили. Я, конечно, кому не рассказывал там, но супруге рассказал это, ну, сам понимаешь, как на это смотрят, да. Но это я ощутил в своей голове. Первый раз, когда я вот мог ни о чём не думать, была тишина. И сейчас такое, если я не думаю, в голове тишина. А многие заметили, что ты изменился после камеры? Ну, я в отзывах. Многие пишут, что меня обработали, вот, и что я сменил какое-то направление, пошёл куда-то не туда. Нет, просто пришло понимание, осознание. Самое удивительное, что за все три года, что существует канал, со мной ни разу никто не встречался из структур, да, никаких. Ни разу со мной никто не беседовал. Ни разу мне никто не звонил и не говорил, что ты что-то не то снимаешь, посмотри. И, может, не то делаешь, ни разу этого не было. И что самое интересное, я стал замечать, вот, даже последний ролик, если отзывы почитаешь, он пишет, там пишет один отзыв. Я уже пишу четвёртый отзыв, а его удаляют. Видно, автор не хочет узнать правду и тому подобное. Я в жизни существования канала не удалял ни одного отзыва. У тебя, скорее всего, стоит автоматический фильтр на хамство, грубиянство и маты. У меня так же. Нет, у меня с матами проходит. Там один написал трёхзначное слово, трёхзначное слово, трёхзначное буквы. Оно в отзыве стоит. Нет, нету. Именно уходят какие-то отзывы, я даже не контролирую, какие не знаю. У меня создалось такое впечатление, что кто-то способствует каналу, удаляет какой-то негатив, который может увести людей в сторону. Это, скорее всего, защитные встроенные механизмы Ютуба, чтобы не было претензий к Ютубу как распространителю данной информации. Сейчас же они законы... Сейчас, подожди. Чего я там остановился-то? Мы остановились с тобой на том, что Ютуб удаляет сам. А, Ютуб... Сейчас же они законы ввели, по которым, типа, любые маты – это на ответственности размещающей площадки. То есть, если ВКонтакте кто-то написал мат, то сам ВКонтакте должен удалить этот мат. И, скорее всего, из-за этого Ютуб и другие площадки, они повстраивали механизмы, которые автоматически, всякие оскорбительные слова, которые 100% юридически подпадают под эти статьи, они их просто сами автоматически удаляют. Может быть, не знаю. Но я чувствую энергетику с последнего ролика, да, отзывы. Отзывы, если ты читал, там в основном позитивные отзывы идут, мало негативных. Я чувствую настрой людей. Я чувствую, что мы начинаем творить свой мир. Понимаешь? Мы начинаем творить пространство вокруг себя. Прямо есть такое ощущение. Ты бы поговорил со своими этими сотоварищами, которые на тонкий план ходят. Пускай посмотрят, что у тебя там вытащили из груди-то. Знаешь, я в последнее время уже редко стал этим заниматься, туда ходить на тонкий план. Как бы возможность есть, любой день можно позвонить, сходить – это не проблема. Просто я ощущаю, что мне это уже не надо. Или я сам научился как-то бороться с этим, не знаю, внутренне. Но я чувствую себя прекрасно, как бы, я полон энергии. Я изменил свой образ жизни, изменил образ питания. Вот сейчас я на 21-дневном пищевой паузе нахожусь, на чистке, да. То есть 21 день я на 3-х литрах травяного настоя сижу, еще один день. Сегодня идет 12-й день. Я чувствую себя просто изумительно. У меня энергия прет. Поэтому я как бы… Если бы я чувствовал себя плохо, я, может быть, обратился бы посмотреть. А так, ну, ради интереса просто посмотреть, что вытащили. Ну, можно, конечно. Не ради интереса, а ради осознания. Ну, хорошо. Это очень… Что-то произошло очень важное. Возможно, ты именно из-за этого туда попал, понимаешь? На какой день это было по счету? Это было, сейчас скажу. Ну, это было уже, наверное, день 6-й, 7-й. Все, народ сейчас меня задолбит. Давай заканчивать интервью. Какие-то еще есть? Что сказать там? Я не знаю, может, вопросы ко мне или пожелания к зрителям? Вопросы к тебе. Ну, ты знаешь, я знаю, что ты как бы там смотрел, какие ошибки я там допустил. Я осознаю, какие ошибки я допустил. Я это все понимаю. Вот. Сейчас у меня картина полная. И как бы я осознаю все. Все, я хочу людям сказать следующее. Не ведитесь на все, что вы видите в интернете. Не ведитесь на все, что написано в книге. Вы должны понимать, что это рычаг управления вами. Постараюсь вкратце объяснить, как вами управляют. Начинается все со школы. В школу вам закладывают такие предметы, которые нужны не вам, а нужны им. Например, один из таких предметов – это история. Вы все прекрасно понимаете, что вы проверить историю не можете. Что вы можете историю проверить только, ну, вплоть до бабушек. И то, если бабушки вам рассказывали, как тогда что было. То есть, историю вы не знаете и проверить не можете. Соответственно, вам можно написать что угодно, чтобы вы думали, что так было и начали этим заниматься. Можно просто прикалываться над вами. Можно сказать, что когда-то вы были такими славянами, старорусами и тому подобное. И носили бороды по пояс. И у вас там были расшитые кафтаны. И было то. И смотреть, наблюдать, что же будет дальше. Ага, люди одели эти кафтаны, отрасили бороды и начали ходить. Интересно. Смотрите, как народ работает. А давайте теперь скажем, что открылись новые факты. Что они, оказывается, ходили в красных сапогах. Посмотрим, будут ходить в красных сапогах, нет? Давайте посмотрим. Хо, одели красные сапоги и ходят. А давай еще попробуем. А давай напишем, что открылись еще факты. А что у них штаны были с мотней. И что они под себя ходили прямо в штаны. Будут одевать такие штаны? Давай посмотрим. Одевают. Прикольно. Слушай. Ребята, ну не верьте, не ведитесь во всему, что там написано. Живите сегодня и сейчас. Даже в Библии написано, что сегодняшний день будет решать сегодняшние проблемы. А завтрашний день будет решать завтрашние проблемы. И если вам впаривают, что если вы не знаете прошлое, вы не будете управлять будущим, вам это впаривают намеренно. Чтобы написать вам такую историю, чтобы управлять вами, просто из вас делать идиотов. Понимаете? Контролируйте все. Понимайте, как вами управляют. Не ведитесь на всю лабуду, которую там пишут. Вы понимаете, да? Движение вот это с красными отпечатками пальцев, да? И тому подобное. Люди, ну задумайтесь. А если там напишут, что нужно было ставить красный отпечаток половым органам, то тоже бы ставили что ли? Или что? Ну в самом деле, если вы считаете, что это вас идентифицирует, да? У вас узор там на пальце и тому подобное. А вот давайте представим такую ситуацию. Мы на поле боя. И я вас победил. И я хочу забрать у вас все, что вам принадлежало. Что мне остается сделать? Я беру ваш палец, смакаю вашу кровь. И ставлю этот отпечаток на документе, что вы все мне передаете. Задумайтесь. Задумайтесь, что вы делаете. Будьте здравыми. Мыслите разумно. Подходите ко всему осознанно. Не ведитесь на все вот это. Это вам пишет тот, кто хочет над вами посмеяться, кто хочет вами управлять. Рассуждайте, мыслите. Что ж мы все как посмешище выступаем. Идем за каким-то вожаком. Он нас ведет, да? А куда мы идем, мы даже не задумываемся. Куда нас ведут? А может, нас ведут на заклание, на убой. Вы представляете, какой мразм? Каких-то два человека, считающие себя живым, могут оживить кого угодно. Ну вы вдумайтесь. А вы что, не можете оживить кого угодно? Вам нужны именно они. Вы не можете оживить себя сами. Вы что делаете-то? Ну думайтесь. Вы куда идете, люди? Когда будем здраво думать обо всем, мыслить? Те же самые общины, да? Ведь вбросили вам эту информацию, что так жили наши предки. К чему вас ведут? Чтобы вы опять создали себе загон и находились в этом загоне, никуда не выходили из него. И ваши дети выросли в этом загоне. А потом ваш ребенок рядом построит себе загончик, рядом с вашим. И будет в этом загоне. Вы понимаете, куда ведут-то? Ну подумайте. Не смотрите назад. Вы живете сегодня и здесь. И согласно сегодняшнего дня, сегодняшней обстановке, принимайте решения для нынешней жизни, сегодняшней. Не смотрите никогда назад. То, что было уже, это не исправить. Все, вы прошли этот этап. Живите сегодняшним днем. И решайте сегодня все свои проблемы. Но это мое пожелание всем. Будьте здравыми. Мощно сказал. Благодарствую. Было очень приятно с тобой общаться. И я тебе благодарствую. Я хочу, если я кого-то обидел, чем-то сказанным, проведя классификацию человеков, разложив вам, начиная от твари и поднимаясь до человека, ну вы просто проанализируете, может быть такое или нет. И стоит ли на это обижаться или нет. Я никого не хотел ничем обидеть. Я просто хочу вам дать понять, как мыслить, как видеть, куда смотреть и как рассуждать. И это вы все будете видеть в моих роликах. В дальнейшем я буду уделять внимание тому, чтобы направлять вас, куда смотреть, чтобы вы не смотрели своими глазами. Просто нужно указать направление и не рассказывать, и не показывать, что вы должны увидеть. Вы должны увидеть это не моими глазами, а своими глазами. Понимаете? Если вы будете видеть все через мои глаза, моими глазами, вы будете управляемы мною, подконтрольны мне. Вы должны увидеть все своими глазами, посмотреть все над своими глазами. И когда вы своими глазами это все увидите, вот тогда вы все осознаете. Как сказал Морфеус, я могу указать только на дверь, а войти ты должен сам. Правильно. На самом деле я вас всех люблю. Я вас люблю, ты сказал. Да. Я готов помочь всем, чем я в принципе и занимаюсь. Трачу свое свободное время, несмотря ни на что, потому что я благодарен даже то, что люди в роликах, в отзывах благодарят меня, и мне этого достаточно. Понимаете? Есть люди, которые благодарят меня своим временем, да, за то, что я трачу на них время. Тоже огромное спасибо. Их очень мало, их единицы. Пересчитать на одной руке можно. Вот. Но я благодарен даже за то, что вы благодарите меня в своих отзывах. И поэтому я понимаю, что я свое время вам отдаю, но тем самым я совершаю благое дело, и мне это зачтется. Когда я приду отвечать перед самим собой, то я могу что-то сказать, что я сделал что-то хорошее. Ну, я понял, что у нас с тобой мировоззрение, скажем так, не знаю, насколько, в процентах, но в очень многом совпадает. Примерно так же думаю. Сейчас, конечно, я дам людям информацию, когда закончу сам все действия, или дам людям информацию по поводу, как можно отделить себя от персоны официально на уровне системы, чтобы система это признавала. Когда мы разберемся до конца с векселями, мы уже на подходе, будет дана информация по векселям, все это будет дано. Я понимаю, что не каждый все равно пройдет. Все зависит от того, у кого есть воля. У кого есть воля, тот да, тот сможет пройти. У кого нет, тот не пройдет. Поэтому я не боюсь, что рухнет система или еще что-то. Пройдут не все. Пройдут только то, кто действительно является высшими сущностями, кто имеет силу воли, скажем так. Я теперь понял смысл фразы на все воли Творца. Главная характеристика Творца это его воля. Нет воли, нет Творца. Правильно. Поэтому вам везде и говорят, это проявление воли, проявление воли. Но проявление воли это не написание бумаги, вы поймите. Написание бумаги, что я проявил волю, ну, это просто текст на бумаге. Ваша воля проявляется в ваших действиях. Чего? Давай заканчивать. Мне надо еще будет к эфиру подготовиться. Сегодня у меня субботний эфир. Ну, хорошо. Рад был пообщаться. Рад, что могу донести до всех то, что хочу донести. Благодарю тебя. Ну, благодарствую. Много я услышал нового. Даже из того, что у тебя на канале есть, ты сегодня много чего нового выдал. Благодарствую. Я прошу, чтобы люди не обижались, что я не говорю конкретно, да? Многие просят конкретно дай, конкретно дай. Не дам, пока сами не увидите. Если сами увидите, сможете это сделать. Кто ищет, тот найдет сам. Конечно. А кто не ищет, тому хоть в руки дай, все равно не найдет. Конечно. Ну, все, благодарю. До встречи. Давай, благодарствую. Субтитры сделал DimaTorzok